Здравствуйте, Андрей! Добрый день! Кто эти люди? Это страшные люди вообще. Представьте, они каждый день бьют очень сильно мячиком об стенку. Понимаю, да, я представляю себе, что такое сквозь. Представляете, да? Да, конечно. Здравствуйте. Аюна у нас из Санкт-Петербурга. Она является четвертой ракеткой России среди женщин. Ура! Да. Член сборной команды России, принимал участие в чемпионате Европы в прошлом году и является игроком высшей лиги Санкт-Петербурга. Аплодисменты Аюне. Следующая часть из команды. Следующая Екатерина. Да. Екатерина у нас из Москвы. Она игрок первого дивизиона московского сквозь. Общего дивизиона. У нас нет разделения на женский и мужской, к сожалению, пока. Играют все вместе. А как же это так все происходит? Ну, в Москве так. Как-то даже не ловится. Бывают и ситуации на корте разные, да. Но, тем не менее, Екатерина является одним из организаторов крупнейшего международного турнира по сквозь, который проводили в Москве вот два года подряд, 2010-2011 год. Уложились. Здорово. Аплодисменты. Следующая часть из команды. Следующая – это наша звезда Екатерина тоже. Она является чемпионкой России прошлого года по сквозь. Соответственно, первый номер сборной России по сквозь. Принимает участие всегда в международных соревнованиях, представляя Россию. И на чемпионатах Европы, на командных точно так же представляет Россию. Аплодисменты Екатерине. И, наконец, Антон. И Антон. Антон – это начинающий игрок сквозь. Игрок второго дивизиона. Кто такой начинающий тут? Второго дивизиона. И Санкт-Петербурга тоже. Но мы надеемся, что все успехи у Антона еще впереди. Аплодисменты Антона. Представьте, пожалуйста, капитана команды. Капитан команды Андрей. Игрок первого дивизиона Московской лиги игроков сквозь. Организатор одного из самых крупнейших турниров в России, который проходил в Москве в 2009-2010 и 2011 году. Здорово. Аплодисменты команде График Спорт. Аплодисменты автогонщиков. Наши простая картограф приготовились. Полетели. Итак, простая одинарная игра. То есть, каждое очко, заработанное участниками команды, будет вращаться в один рубль. Я жду у игрового стола капитанов команды. Прошу вас, Дмитрий. Прошу вас, Андрей. Вам аплодисменты. Идите сюда. Кто первый нажит на кнопку, тот, собственно, и получит право отвечать, Дмитрий. Вот это пространство, такое темно-красное, это все кнопка. Серьезно? Я понял. Вопрос. О чем сложено больше всего грустных песен? И первым оказался Андрей. Сквош. Да. Реакция. Слушаю вашу версию. Я думаю, что о любви. О любви грустные песни, в основном. Не веселые танцевальные, а о любви, а грустные. О любви. Есть такой у нас ответ на табло? Да, это самый популярный ответ. Я сожалею, Дмитрий. Возвращаюсь к вашей команде, потому что самый популярный ответ уже открыт. Вы к своей продолжили разговор с игроками в Сквош. Итак, о чем сложено больше всего грустных песен, Аюна? Я думаю, что большинство грустных песен сложено все-таки о разлуке. О разлуке? Да, именно как несчастная любовь. Не просто любовь, а именно несчастная любовь. Ну да, о расставании. О расставании, да. С любимой. Ну может быть, может быть. Знаете какие-нибудь такие песни? Так сразу сложно вспомнить. Понимаю. О разлуке есть такая версия на табло? Да, есть. Да, есть. Мы продолжаем с Екатериной вашей версии. Любовь бывает разная. И иногда бывает печальной. Мне кажется, слово печаль может быть. О печали. То есть был вопрос, о чем сложно больше всего грустных песен. О печали. Жизнь больше всего сложна о печали. То есть о грусти же. Ну ладно. Есть что-нибудь подобное на табло? Нет. Первый промах. После третьего я ухожу к соперникам. Екатерина, ваша версия? Моя версия, мне кажется, о женщинах. О женщинах. Ну а что о них грустить? О любви, о разлуке. А что о женщинах грустить? Женщины связаны в первую очередь. Любовь и разлука. Больше, собственно, что про женщину споешь-то. Ну да ладно. О женщинах. Есть такая версия на табло? Второй промах. После третьего я у соперников. Антон. Ну я думаю, что, скорее всего, о родине. О родине. Бывают печальные песни. Печальные песни, да. О судьбах родине. Родины. Родины. Да, смотрим. Есть что-нибудь подобное у нас на табло? Родины. Ну да, они такие бывают. Широкие, раздольные, печальные. Андрей. Я думаю, что дождь вот такой он, как синоним печали. Ну, вы на верном пути, но чуть шире. Давайте. Ну, природа, погода. О погоде. Погода, да. Вот, наверное, погода все-таки. Плохая погода. Ну, в общем, докрутили. О плохой погоде. Вот что-нибудь подобное есть у нас? О каких-то, да, природных катаклизмах. Аюна? Ощущая себя просто таким человеком, на которого... Груст ответственности, я вас понимаю. Груст ответственности, просто безумные. О чем сложно больше всего грустных песен? Автогонщики знают об этом все. Смирно. Итак, Аюна, ваша версия. Давайте поговорим уже, ну, если уж о любви мы к женщине поговорили, о несчастной любви поговорили, о любви, да, о родине, о плохой погоде, может быть, давайте тогда уже подумаем о родителях, и, наверное, грустные песни о родителях, о маме. Да, 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 трогательные, грустные песни о родителях. Есть что-нибудь подобное на табло? Нет, третий промах, были запросы для команды автогонщики. Итак, Анна. Да, Александр. Грустные песни у нас тут. О войне. Это грустно. Да, бывают. Бывают бравые песни о войне, а бывают грустные. Я согласен с вами. Дарья? Мое согласие не означает, что есть ответ. Я просто поясню. Да, Дарья. Ну, мне кажется, таких песен немного, но, возможно, о потере или о смерти. Да, да, бывают. Василий? Может быть, о разбитых машинах? Может. Ваша задача помочь капитану, остальное. Евгений? Ну, если честно, я думал тоже о войне. Ну, этот вариант перехватили. Не, ну, ради бога, потому что, на самом деле, ваша задача команды... Мне кажется, тоже о войне, поэтому... Помочь капитану, пожалуйста, конечно. Этот вариант будет. А теперь вспомните все ответы участников команды. Можете предложить свою собственную версию. Все это дело проанализировать и предложить ту версию, которую мы ищем на табло. Был у меня вариант, честно говоря, про домашних животных. Про потерявшихся, секунду, про потерявшихся. Но, мне кажется... Аня права. Про войну как-то она более... Грустнее. Грустнее. Про войну грустнее. Не знаю, грустнее, она может быть более популярной просто. Как ответ. Ну, может быть. То есть вы хотите остановиться на этой версии. Песни о войне. Был вопрос? Песни о войне. О чем сложено больше всего грустных песен? О войне в том числе. О войне? Да. Это ваша версия, мы проверим на табло? Отлично. О войне. Есть такая версия на табло? Да. Да, есть. И 57 очков достается команде автогонщики. Еще становится 57-0. И не открыта только шестая строка. Заслуженные 57 очков, потому что на шестой строке версия, о которой мы тоже говорили с Дмитрием. Шестая строка. О животных. Три человека. Исна так сказали. Бывают грустные песни. Трогательные. О животных. 57-0. Нас ждет двойная игра. Приготовились. Полетели. Двойная игра. То есть, каждое очко, заработанное участниками команды, будет превращаться в 2 рубля. Я жду игрового слова. Похлопывайте. Я хочу вас предупредить. Сейчас будет сложнее. Сложнее, потому что, ну кажется, что очень много близких ответов у нас на табло. Ответов на тот вопрос, который я сейчас вам задам, а до этого мы задавали людям на улицах. Вопрос, который мы задавали людям на улицах. Зачем человек за стеклом... Я понимаю, Евгений, сейчас весь организм сосредоточен на одном. Нажать бы первым. Вопрос послушайте внимательно. Зачем человек за стеклом долго размахивает руками? И первый оказался Айюна. Я слушаю вас. Увидел знакомого и зовет его к себе. Увидел знакомого. Увидел знакомого, но иными словами, что он хочет, чего он хочет допить. Привлечь внимание. Вот, да. То есть я буду помогать, потому что очень тоненькие тут грани. Привлечь внимание. Есть что-нибудь подобное табло? Да, это верхняя строка. Самый популярный ответ. Я сожалею. Верхняя строка открыта. Возвращайтесь к вашим командам. Продолжим разговор с игроками в сквош. Зачем человек за стеклом долго размахивает руками Екатерина? Он просит, может быть, я вот предполагаю, просит о помощи. Вот важно, что вы это сказали, потому что именно так. Мы с Айюной говорили про привлечь внимание. Увидел товарища. Он не о помощи. Он просто хочет привлечь к себе внимание. Это я, мол. Да? А просит о помощи, это нечто другое. Он согласен. Просит о помощи. Есть такая версия на табло? Да, есть. 11 человек сказали именно так. Дальше будет проще, потому что вот именно в этих двух ответах было очень близкое что-то по смыслу. Екатерина, ваша версия? Мне кажется, так, еще раз вопрос. Зачем человек за стеклом долго размахивает? Ну, мы его видим за стеклом. Он там размахивает руками. Именно долго размахивает? Долго размахивает руками. То есть такой вариант, как попрощаться, это недолго? Не знаю. Ну, хотя... Это кто как. Хотя, когда вот провожают, почему бы и нет. Пароходы. Любимого человека провожают. Ну, если вы будете настаивать, мы проверим версию прощается. Проверяем? Да. Да, проверяем? Проверяем версию прощается. Он стоит... Ну, например, я себе представляю. У окна, поезда, например, за стеклом, долго машет. Да, я понимаю. Прощается. Есть такая версия на табло? Да, есть. Да, есть. Пока ни одного промаха. Мы продолжаем с Антоном. Ваша версия. Быть может, он просто, на самом деле, моющий кокон. И просто моет окно. Хорошее. Смешно. Моет, моет. Он со стеклом машет руками. Долго-долго, конечно. Машет, машет. Никак не отмывается, и он продолжает махать. Мне нравится. Забавно. Он моет окна. Есть такой ответ на табло? Нет. Первый промах, но версия отличная, правда. Ну, так вот я себе представил. Андрей. А что, если он, допустим, сурдопереводчик в телевизоре? А, ну да. И вроде он за стеклом. За стеклом. За экран-то за стеклом. И очень долго он там. А он сурдопереводчик. Хорошая версия. Она так же хороша, как и версия промойщика ОКО. То есть неправильно? Проверим. Будем проверять? Ну, конечно, будем. Проверяем. Он сурдопереводчик. Второй промах. Жаль. Жаль, потому что версия-то отличная. Зачем человек за стеклом долго размахивает руками? Очень простые версии. Опять весь груз ответственности. Меня свалили. Да. Да, молодые люди. Может быть, он не просит о помощи, а как раз наоборот. Машет руками, пытаясь привлечь внимание, чтобы предупредить об опасность. Привлекает внимание. Мы уже открыли, привлекает внимание. Давайте опуществляю до трех. Один, два. Может быть, он, так, вы знаете... Ну, представьте, вот как вы себе представляете человека, как он машет руками? Важно это представить. И как только вы представите себе, что размахивание руками может быть и такое, и такое, и еще какое-то, то вы сразу поймете, что могут быть самые разные задачи у этого человека. Ну, если он подпрыгивает и машет руками, то, возможно, он делает зарядку. Ну, помог Андрей. Да? Я готов. Он предложил эту версию. Если вы с ним согласны, я готов проверять. Радуется. А может быть, он просто радуется чему-то, и поэтому долго машет руками за окном. Я говорю, представьте просто, как он машет. Итак, ваш выбор, я считаю, до трех. Один, два, три. Он чему-то радуется очень сильно. Чему-то радуется. Есть такая версия на табло? Нет, третий промах. Ублить запросы для команды автогонщики. Итак, Анна. Александр, а я вот за зарядку. Вы за зарядку. Это, может быть, и неплохо. Действительно. Это он как руками-то машет? Покажите. Ну, как-то так, да. А вдруг из окна кто-то увидел? Из-за мной и внимание привлечет. И внимание привлечет, и, может, поможет кому-то. Дарья. Легко. Мне кажется, это стекло автомобиля. Человек сидит и ругается, потому что его в пробке кто-то подрезал. Он сидит и ругается. Я понимаю, да. Разве жесты. Может быть, Василий. Я думаю, он просто включил музыку у себя дома и стоит танцует перед окном. Кстати. Кстати. Евгений. Я только что думал, вариант танцует. Его только что назвали. Да, не важно. Мне кажется, танцует, потому что зарядка – это ближе к танцам, мне кажется. Понятно. Дмитрий. И снова. А может быть, он итальянец просто разговаривает по телефону. Просто разговаривает. Он просто разговаривает. Итальянец. Да. Разговаривает по телефону. Громко очень. Может быть. Итак, мы услышали все версии. Теперь предложите то, что мы ищем на талло. Был вопрос, зачем человек за стеклом долго размахивает руками. Мне кажется, он танцует. Танцует. Принята версия. Танцует. Могли сказать, делает зарядку. Могли сказать, он ругается в автомобиле. Могли сказать, он... Что еще? А, танцует как раз. Итальянец, ваша собственная красивая версия. Танцует. 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 Есть ли такая версия на табло? Нет, и 86 очков достается команде игроки в сквош. И счет становится 86-57. Давайте откроем табло полностью, потому что сейчас открыты только три строки, то есть табло открыто наполовину. Четыре человека из ста. Предположили, что человек за стеклом, размахивающий руками, шестая строка. Дирижирует. Дирижирует. Он мог находиться у себя в квартире и готовиться к концерту. Он дирижирует, почему нет? Восемь человек из ста предположили, что этот человек за стеклом тоже, находясь, видимо, в своей квартире или в офисе, неважно, пятая строка. Отгоняет мух или пчел, машет руками, ну почему нет? А дальше очень обидно, потому что эта версия звучала и у игроков в сквош, и у автогонщиков. Вторая строка, весьма популярный ответ, делает зарядку. 86-57. Нас ждет тройная игра, приготовились, полетели. Тройная игра. То есть каждый очко, заработанный участниками команд, будет прощаться в 3 рубля. Я жду у игрового стола Василия. Прошу вас, прошу вас, Екатерина, вам аплодисменты. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы любите ходить в зоопарк, Василий? Да, очень люблю. Честно? Да. Потому что я очень люблю, редко люди сознаются, что любят ходить в зоопарк. Мне там пингвины очень нравятся. Пингвины, хорошие ребята, да. А вы бываете в зоопарке? Да. Серьезно? Да, да, да. Вы ходите одна или с кем-нибудь в компании? Этим летом мы ходили в компанию с детьми в сквошлагере. Это приятное мероприятие. Приятное. Вопрос, который мы задавали людям на улице, касается зоопарка. Итак, он звучит следующим образом. Звучит. На кого указывает в зоопарке юноша, говоря девушке? Василий. Вы хотите ответить на какой-то вопрос? Вы поторопились? Понял. Дуполь два. На кого указывает в зоопарке юноша, не нажимайте. Говоря девушке. Рано. Теперь что он говорит девушке? Милая, ты так на нее похожа. И первый оказался, кстати, игроки в сквош выиграли кнопку все три раза. А ваша версия? Милая, это хочется сказать обезьяну, но мне кажется, это будет прямо противоположная версия. Не знаю, но возможно обезьяна тоже есть. Если хотите, проверим обезьяну. Был вопрос. На кого указывают в зоопарке юноша, говоря девушке? Милая, ты так на нее похожа. Ну, вроде милая, он в общем так... На зайчик. На зайчиху. На нее. Уточка. Ну, уточку будем проверять? Кого хотите? Вы уже назвали трех каких-то животных. Я готов проверить каждого из них. Вопрос. На кого указывают в зоопарке юноша, говорят девушке, милая, ты так на нее похожа. Первая была Екатерина, поэтому вас не нужно нажимать на кнопку, у вас есть возможность ответить на тот же самый вопрос. Мне кажется, на какую-то кошку, типа какую-нибудь пантеру, леопарда. Ну, остановитесь на копку. Пантера. Пантера есть у нас на табло, но что-то такое грациозное, да? Есть что-то подобное? Да, пантера есть. Один человек сказал именно так. Ваша версия, Дарья. На обезьяну. Все-таки решились, да? А как вы думаете, это популярный ответ или нет? Я думаю, это первый ответ. Ну, разумеется, на обезьяну. Да, конечно, 27 человек из 100 сказали именно так. Возвращайтесь к вашему команду, продолжим разговор с автогонщиками. Итак, был вопрос. На кого указывают в зоопарке юноша, говорят девушки, милая, ты так на нее похожа, Анна. Ой. Ну же. На бабочку. На бабочку? Ну, для примера, да. И словно бабочка к огоню. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. А почему бы и нет? А бабочка есть на табло? Бабочке не оказалось. Первый промах. Первый промах после третьего соперника. Дмитрий, ваша версия. Скажите, а пантеры, это же у нас семейство кошачьих. Да, безусловно. Оно объединяет в себе всю семейство кошачьих? Или можно дифференцировать виды? То есть, камышовые коты, рысьи, тигры, это все семейство кошачьих. И львы еще. Ничего не сказано про объединение, ничего, бессмысленно. Да? Пусть это будет львица. Львица. Да. Львица. Я знаю, что на первый обезьяна, а на третий пантера. Да, на третий. На третий пантера. А на второй. А на второй сейчас мы узнаем. Евгений, ваша версия. Мне почему-то кажется на... Вот вообще на медведя как-то грубо звучит. Но плюшевый мишка, вроде как мишка подходит, поэтому, наверное, на мишку. Я пытаюсь эту фразу себе представить. Милая, как ты похожа на плюшевого мишку. Ну, хорошо. Ну, можно без плюшевого. Ну, хорошо. Мишка есть? Сейчас будет третья промаха, иду к соперникам. Мишка есть на табло? А, то есть вы на... Третья промаха, поздно, поздно. Игроки в сквоши. Итак, милая, ты так на неё похожа. Я считаю, что на кошку, может быть. Ну, кошку. Кошка, да. Какая-то кошка. Какая-то кошка просто. Екатерина. Просто кошка. Я выберу ещё одну грациозную птицу. Она называется фламенко розовый. В нашем московском зоопарке. Ещё одна как кто? Как зайчик? Как обезьяна. Ну, фламенко. Как грациозный, как пантера. Хорошо, принято, фламинго. Екатерина. Я уточку преобразую в лебедя. Смело. Смело. Я представляю, как должна выглядеть девушка, похожая на фламинго? Нужно быть тоненькие чёрные ножки, и она в розовом. Да. Ну, такое может быть, да. Аюна. Ну, мне больше представляется, что всё-таки девушки, они грациозны, особенно, когда они выходят на высоких каблуках, сразу идёт такая ассоциация лань. Да, ну, хорошо, может быть. Андрей. Андрей. Ну, я... У меня была версия слон, конечно, но она не очень хорошая. Или крокодил. Хорошая, да? Хорошая. Соперники поддерживают эту версию. Я их очень хорошо понимаю. Я думаю, что они будут вас уговаривать. Да, нет, ничего. А вспомните, что какие... Все версии, давайте вспомним. Да, там что-то была уточка преобразованная в лебедя каким-то образом. Это вот стадия развития. Ну, это Андерсон ещё описывал эту ситуацию. Куколка, уточка, лебедь, да? Да, я понимаю. Да, значит, потом была лань, была кошка и фламинго. И фламинго. Крокодил тоже не очень хорошо. Девушки, милые, ты так на неё похожи. На кого? Мне из всех предложенных вариантов всё-таки больше нравится лебедь. Лебедь, я бы сказал, лебедь белая. Белая. Лебедь белая. Ну, хорошо. Всё, лебедь. Принято, лебедь. В розыгрыше 114 очков, 86. У игроков сквош, 57 автогонщиков. Версия игроков сквош, лебедь. Лебедь есть на табло? Нет, 114 очков. Достаётся команде автогонщиков. И сейчас становится 171,86. Что же там было? Такое количество животных, с которыми юноши часто ассоциируют девушек. Почему-то открыто всего две строки. На второй строке... Всё, Дмитрий наставил, чтобы я поделился с ним этой информацией. На второй строке... Тигрица. Так считают люди. Так отвечали люди на улицах. Дальше на пятой строке... Ну, может быть такое. Пять человек и ста на пятой строке. Сказали, что девушка похожа на лисичка. Ну, такое может быть. Может быть. На четвёртой строке версии, которую произносили игроки в сквош. Но Андрей, как капитан этой версии, не воспользовался. Четвёртая строка. Лань. Если бы назвали Лань, заработали бы 7 очков. Плюс ещё огромное количество очков, которые были в розыгрыше. И, наконец, на шестой строке самый редкий ответ. Но, видимо, девушка пёстрая и болтливая. Шестая строка. На попугая. Ну, так и отвечали люди на улицах. 171, 86. Автоконщики впереди. Нашёт экран наоборот. Приготовились. Валите. Итак, игра наоборот. При счёте 171, 86. Можно смело утверждать, что у команды игроки в сквош есть серьёзные шансы на победу. Потому что разница не такая уж большая. Максимально в игре наоборот можно заработать 240 очков, угадав шестую строчку. Я напоминаю правила. Задал вопрос за 20 секунд совместными силами. Командно игрокам нужно обнаружить на табло один из шести популярных ответов. Желательно, конечно, угадать пятую или шестую строчку. За пятую строчку можно получить 180 очков и 240 за шестую. А угадав самый популярный ответ всего лишь 15 очков. Итак, внимание, вопрос, который мы задали людям на улицах. Чем кроме ножниц и расчёски, чем кроме ножниц и расчёски пользуется парикмахер? Время. Время стекло и право ответа у игроков сквош, потому что один меньше на счету. Ваша версия, Андрей. Ну много чем на самом деле, из опыта, из личного. Но, наверное, всё-таки попробуем шампунь. Шампунь. Принято. Ваша версия. Дмитрий. Ну какая у меня может быть чертик? Смотрите, мне внимательно. Никакой. Я понимаю. Для вас это вообще засада, конечно. Да? Ну команда настаивает на том, что это всё-таки лак. 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 Хотя я против. Лак для волос. Ответьте тому себе, что я против. Ну, ради бога. Лак для волос, сказали вы, и шампунь. Так сказали игроки в сквош. А какие ещё у вас были версии? Бритва. Накидка. Накидка. Ну мы не знаем, какая она правильно. А, ну да. Ну какая-то, да. Фен. Фен, да. Руки. Бритвенный станок. Красный. А у вас какие были ещё версии? Краска для волос. Полотенца. Лак. А, полотенца. А, бритвенный станок. А, фен. Машинка для астрис. Это мы сразу исключили, потому что это популярно. Смотрите. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Фен. Фен, разумеется. Всего 15 очков можно было заработать. Верхняя строка. Фен. 15 очков. Я напоминаю, что у игроков сквош-версия шампунь и лак для волос у автогонщиков. Да. Вот если бы почему-то никто не догадался и даже не произнёс, когда я спросил, какие ещё были версии. На шестой строке редкий ответ. Можно было заработать 240 очков. Но девушки-то должны были об этом говорить. Они имеют какие-то разные специфические ещё названия эти. Этот предмет. Шестая строка. Игуди. Неа. Щипцы. Ну там что-то накручивают, подкручивают. Вот есть какие-то сложные такие истории. Я даже не вспомню. Ну, ясно, что 240 очков уже никто не заработает. Но можно двигаться снизу вверх. Не лак. А, пятая строка. Краска для волос. 180 очков тоже никто не заработал. А что на меня смотрит? Пока... Пока не шампуня, а не лака для волос. Есть ответ забавный, но несколько человек ответил именно так. На вопрос, чем пользуется парикмахер, помимо ножниц и расчёски, несколько человек сказали четвёртой строка. Руки. Он рука. Ну, правда. Это не только потому, что он держит в руках все эти предметы, но ещё там делается массаж, там ещё что-то. Как-то так тюк-тюк-тюк делают вокруг, на голове. Да? Бывает. Дмитрий, ну, вы спросите, вы потом спросите, вам расскажут. Я слышу, да, рассказывали раньше. Вот этот предмет, по-моему, вы называли. Как вы говорили, машинка для... Станок. Бритва. А, станок. Станок бритвенный. Некоторые говорят машинка. Но машинка, может быть, электрическая имела в виду. Машинка – это другое. Да, но никто это так и не сказал вслух. Третья строка. Машинка для стрижки. Ну, да. Похоже, мы... Не похоже, да. Одна из версий, одной из команд есть на второй строке. Как вы думаете, чья? Ну, на самом деле, конечно, счёт уже, ну, принципиально измениться не может, потому что 171, недосягаемое количество очков, 86 плюс 30, всё равно игроки в Скошке станут лидерами. Однако, любопытно, хотелось бы, чтобы на второй строке была ваша версия. Что же там? Шампунь. Вторая строка, а там... Ламп для волос, они заработали ещё 30 очков. И общий счёт команды автогонщики 201 очко. Неплохое, неплохое количество очков. 201, нас ждёт большая игра, большая игра с автогонщиками. Полетели.